Всем привет, друзья! С вами Андрей и сегодня, как обещал, небольшой выпуск, где мы с вами поговорим коротко о технологиях, а конкретно об инженерах-энтузиастах, один из которых разработал самый странный ледовый велосипед в мире, а другие создали Ornitopter, летательный аппарат, похожий на стрекозу. Не будем затягивать, давайте начинать! Воистину нет пределов человеческой фантазии, а при наличии инженерного образования и подходящих инструментов, любая идея получает шанс быть воплощенной в жизнь. Автор ютуб-канала TheQ задумался, сколько проблем доставляет людям перемещение по снегу и особенно по льду, и придумал радикальное решение. Он собрал необычный ледовый велосипед, но вместо мягких резиновых шин и стандартных колес установил на него два огромных лезвия от дисковой пилы. Идея многогранна. С одной стороны, интересно в целом проверить, справится ли колесо с крупными стальными зубьями со льдом лучше резиновой шины. С другой, это же мечта всех поклонников зомби-апокалипсиса и приключений в духе безумного Макса, покататься на велосипеде с устрашающими пилами вместо колес. Правда, для реализации задумки пришлось полностью переделать шасси, фактически с нуля создав из пола дна пил подобие колес. Но чего не учел изначально изобретатель и что выявил первый же тест-драйв, зубья слишком легко прорезают лед и слишком часто застревают в нем. Решение пришло сразу. К каждому зубцу пилы он приварил поперечный упор, тем самым расширив площадь контакта с опорной поверхностью. И вот в таком модернизированном виде ледосипед уже показал неплохие ходовые качества. Российские инженеры бросили вызов матери природе, создав необычный летательный аппарат. Орнитоптер под названием Serenity, который перемещается за счет взмахов крыльев и чем-то напоминает гигантскую механическую стрекозу. Serenity далеко не первый опыт построения подобных аппаратов. Однако, что хорошо для крошечных насекомых и птиц, не всегда подходит человеку. Serenity довольно крупный объект длиной более трех метров. Чтобы заставить его летать, разработчикам потребовалось создать сложный механизм с тремя наборами крыльев и источником питания. Но всего этого явно недостаточно для эффективного пилотируемого полета. К тому же полет на нем будет напоминать езду по ухабам. Serenity не способен летать как самолет, однако у махательной техники передвижения есть свой потенциал. Прежде всего в плане маневренности. Живым примером тому являются стрекозы или калибри. Конечно, вряд ли когда-нибудь появится версия Boeing 777 со стрекозинными крыльями. Но потомок Serenity вполне может стать альтернативой реактивному ранцу. Напоследок я бы хотел еще рассказать об одной интересной разработке. Компания Lime нашла способ превращать батареи старых электровелосипедов в блютуз-колонки. Компания объявила о запуске совместного стартапа со студией GoMe. Цель найти применение старым отработанным аккумулятором для электровелосипедов этого бренда, которое могло бы принести максимум пользы. Для начала их попробуют переделать в неприхотливые мобильные блютуз-колонки. Основная идея в том, чтобы показать миру практичный способ переработки электронного мусора в нечто полезное. С этой целью старые батареи почистят, протестируют и повторно зарядят, чтобы они получили вторую жизнь в качестве источника энергии для колонок. Их корпус будет на 100% изготовлен из переработанного пластика с оригинальным мраморным узором. Такой материал не боится царапин и ударов. Он предельно дешев, а конструкция колонок обеспечивает их полную ремонтопригодность буквально на коленке. Выдающихся характеристик от новых колонок, конечно же ждать не стоит, но они смогут проработать до 20 часов на одной зарядке. В первой пробной партии будет всего 1000 штук по цене 180 баксов. В продажу они поступят уже осенью текущего года. На этом я буду заканчивать дорогие друзья. Обязательно поддержите своим лайком данную рубрику и отпишитесь внизу в комментариях. Конечно не забывайте подписываться на канал и другие наши полезные ресурсы. Все ссылки будут в описании. Ну а с вами был как всегда Андрей, бомбического настроения вам друзья. Пока!